Это был тяжелый 12-часовой рабочий день. Я сейчас проходила мимо зеркала у себя в коридоре. Что со мной делает работа, офис, компьютер? Я первый раз снимаю видео в будний день. Сейчас на часах полдесятого ночи. Сегодня Серега на футболе, а это означает, что через час он вернется домой, и мне нужно будет приготовить ужин. Но если я сейчас не возьму себя в руки и не займусь собой, я не знаю, доживу ли до конца недели, потому что сегодня только среда. Предлагаю вам вместе со мной использовать этот час, чтобы немножко порелаксировать, подарить себе немножечко любви. Хочу сегодня сделать какую-нибудь маску для волос, маску для лица, поухаживать за ногтями, за кутикулой, сделать какую-то ванночку. В общем, хочу себя сегодня почувствовать девушкой, отдохнувшей, свежей. Сейчас я порою в своем холодильнике, найду там пару ингредиентов для домашних масок, и мы начнем вместе с вами девчачий спа-вечер. Первым делом хотела бы приготовить ванночку для укрепления, усиления роста и отбеливания ногтей. Все, что нам понадобится, это немножко теплой воды. Добавляем соль, одну чайную ложечку, лучше ядированную, это вообще будет идеально. А также мне понадобится сок лимона. Я выдавливаю прям со свеженького. Ногтики запускаем. Начинаем пальчиками разводить соль в воде, и при этом мы уже делаем нашу ванночку. Соль очень хорошо укрепляет ногти, если делать такую ванночку 2 раза в неделю, ногти будут расти как ненормальные, причем не будут расслаиваться, они будут беленькие и ухоженные. Каждой рукой в ванночке я нахожусь 10-15 минут. Время избавляться от заусенцев и навязчивой кутикулы. Сейчас будем делать увлажняющее масло. Для этого мне потребуется оливковое масло, а также витамин А. Стоит он недорого и есть в каждой аптеке. Если хотите, можно сюда еще мед добавить. Ну, в общем-то, меня устраивает такая питательная смесь. Перемешиваем все апельсиновой палочкой и ей же наносим эту масляную смесь вокруг ногтевой пластинки. Можно использовать для этого ватную палочку, ну, что-то мне так удобней. Масло мы уже нанесли на ногти, ждем 10-15 минут и начинаем отодвигать кутикулов. Теперь я не хочу смывать вот эту вот питательную маслянистую смесь, поэтому я ее распределяю на пальчики вокруг и даю ей впитаться. Делаю такой легенький массаж, это очень приятно. И остатки можем распределить на кожу рук. Масло оставляем на 15 минут. Если впиталось, отлично. Если нет, и вас раздражает вот эта вот маслянистость, снимаем остатки салфеточкой. Ну что, я уже переоделась в удобную одежду, заколола себе волосы и самое время снять макияж, вернее его остатки. А это я буду делать с помощью мицеллярной воды. Сейчас пользуюсь лориаль. Позже вам расскажу, почему и куда делать биодерма. Знаете, я вот думаю, я всегда завидовала девушкам, которые умеют для себя находить время. Еще некоторые умудраются ходить, успевать в салоны красоты, делать себе ногти, делать себе маски, всякие массажики расслабляющие. Вот для меня реально хоть бы час вечером найти время, чтобы тоже самодельные маски сделать. Последний раз, когда я делала для себя такой спа-вечер, ну год точно назад, я вам серьезно говорю. Кстати, хотела бы вас спросить, много ли из вас работают в офисах? Я не пользуюсь каждый день тональной основой. Сейчас у меня ничего нет с косметики на лице, ну только брови и глаза нарисованные. И вот когда я прохожусь ватным диском, он у меня какой-то серо-желтый. Вроде бы не настолько много пыли в офисе, но откуда кожа ее собирает, я не знаю. Хотя где-то я читала, что вот эти вот ручки дверные, которые в офисах, в 10 раз грязнее, чем поручни в метро. Даже, по-моему, когда-то сравнивали с ершиком унитаза. В офисах больше бактерий. Так что мы работаем с вами, девчонки, в опасных трудовых условиях. Хорошо, что я сейчас без очков, я не вижу, как я отвратительно выгляжу на мониторчике. Так, кожу мы очистили, сейчас я пойду умоюсь и будем делать домашний скраб. Итак, для домашнего скраба мне понадобится обычная пищевая сода. Также я возьму свои остатки кофе, который я пила утром. Мне понадобится его гуще, в частности. За мыльную основу я возьму вот такой вот гель для интимной гиены. Он самый мягкий и не пересушивает кожу. Наливаем гель, добавляем на кончике соды. Мне нужно только чуть-чуть гуще. И у нас получается скраб с абразивными частичками разного размера. Кофе у нас более крупный, сода у нас меленькая. Скраб у нас состоит из жестких таких абразивных частичек, которые помогают нам отшелушивать верхний ороговевший слой, открывать поры. При этом у вас улучшается кровоснабжение, кожа становится красной, к ней поступает больше питательных веществ, кислорода. А это означает, что она готова до приема питательных веществ, которые получатся увлажняющей маской. Поэтому обязательно забывайте эту процедуру. Вообще, в идеале, скраб нужно наносить на распаренную кожу. То есть, когда вы после душа, например. Ну, у меня сейчас нет возможности и времени. Я, в общем-то, хорошо так промочила лицо мицеллярной водой. Я думаю, этого будет достаточно. И время наносить скраб. Он, кстати, пахнет очень приятно. Таким бодрящим утренним кофе. Наношу очень мягенько. Ни в коем случае, ни в коем случае вы не должны двигать кожу. Вы двигаете только свои пальчики. Вот видите, кожа у меня стоит на месте. Я только как будто над ней работаю. И не давлю вообще. Просто как будто перекатывая вот эти вот частички у себя по коже. Этого будет вполне достаточно. Вообще, больше уделяйте внимание Т-зоне. Вообще, наверное, надо было делать это все на мокрое лицо. Здесь в составе мыло. Оно бы хорошо сейчас выпенилось. Но мы будем мило смывать водичкой. Поэтому мы еще успеем хорошенечко очистить кожу. Думаю, этого достаточно. Я пошла умываться. И вернусь к вам через пару секунд. Будем делать увлажняющую маску. Ну что, я уже умылась теплой водой. И кожа просто мягусенькая. Как будто кожа дельфина. Кстати, я никогда не дотрагивалась к дельфину. Почему-то мне все время кажется, что именно такая дельфинья кожа на ощупь. Вы вообще дотрагивались к дельфину? Какой он на ощупь? Что напоминает? Напишите в комментариях. Мне будет интересно почитать. После воды и довольно агрессивного скраба у меня начинает немножко стягивать кожу. А это означает, что самое время начать делать увлажняющую маску. В основе моей супер увлажняющей маски для лица будет обычная овсянка. Я ее заливаю кипятком и лью воды больше, чем обычную. В общем-то, мне не нужна сама овсянка. Мне нужна будет только водичка с нее. Накрываем крышечкой и даем буквально 5 минут, чтобы она запарилась. Потому что это у меня быстрого приготовления. Ну что, прошло уже 5 минут. Посмотрим, что у нас с овсянкой. Видите, сколько она питала водички. Я сейчас стяжу, сколько смогу. Овсянку можете тоже использовать на лицо. Но, честно, я ненавижу, когда у меня с лица отваливаются куски овсянки. Поэтому я использую только саму вот эту водичку. В эту водичку мы добавляем буквально чайную ложечку меда. Буквально вот такое вот количество. Как раз водичка здесь у нас тепленькая. И мед у нас быстро растает. У меня сухой тип кожи, такой чувствительный. Мне кажется, это вообще масочка очень универсальная. Такая успокаивающая. Которая убирает растражение, воспаление кожи. Ну вообще, возвращает здоровый цвет лица. И после тяжелого трудового дня самое оно. Добавлю сюда еще немножко геля алоэ вера. Он у нас как успокаивающий, такой противовоспалительный компонент. Гель у нас довольно плохо растворяется в воде. Ну не переживайте. И прям для мега увлажняющего эффекта добавлю немножко оливкового масла. Смотрите, какая питательная маска у нас получается. Причем абсолютно разной консистенции. Здесь и вода, и гель, и масло. В общем, все, что хотите. Маску я буду наносить с помощью вот такой вот синтетической кисти. Я ее уже так изрядно испортила. Ну в общем, мне ее не жалко, поэтому я использую. Если у вас нет таких старых кистей, то лучше наносите пальцами. Ух, капает все хорошо в домашней одежде. Можно наносить под глаза, не бойтесь. Маска очень увлажняющая. Она только улучшит состояние кожи. Сейчас так пахнет оливковым маслом приятно. Старайтесь вообще делать процесс нанесения любых масок максимально приятным. Добавляйте какие-то массажные элементы. Вот мне сейчас нравится, когда вот так вот клапан скользит из по лицу. Просто получайте удовольствие. Вот знаете, как в салонах делать, там вот эти вот дешевые маски вам накладывают на лицо. Может они не работают и вообще еще и вредят коже. Но сам процесс нанесения, сама атмосфера очень сильно расслабляет. Я очень рада, что вы сегодня мне составили компанию. А вообще было бы круто, чтобы вы тоже делали что-нибудь приятное для себя. У нас здесь время, чтобы еще сделать маску для волос. В качестве ингредиентов маски для волос я у себя в холодильнике нарыла вот такой вот бифидо-йогурт натуральный. Он у меня будет основой. Дальше мне понадобится кокосовое масло. У меня вот такое вот жидкое, но специальное для волос. Еще лучше берите вот то, которое застывает. Твердое натуральное кокосовое масло. Конечно, в качестве основы можно было использовать яйцо. Но честно, я терпеть не могу запах сырого яйца. Тем более на волосах. У меня аж противно. Я все-таки возьму йогурт. Добавляю сюда немножко кокосового масла. Перемешиваем. Лучше возьмите деревянную ложечку. У меня такой нет, к сожалению. Она лучше работает с маслами. Подобавим немножко запаха корицы. Это моя любимая эфирка. Ладно, 5 капелек хватит. Вместо йогурта можете использовать сметану. Беру полотенце, наброшу его себе на плечи, чтобы ничего не свачкать в лишний раз. Наносится, кстати, очень приятно. Мне нравится. Блин, как вкусно пахнет. Вот реально. Здесь у меня йогурт пахнет. Очень круто. Почему, интересно, не сделать йогурт со вкусом корицы? Неплохая идея, кстати. Сейчас с вами посидим, пару рецептов еще придумаем. Я буду наносить только на длину, на корни. Ничего не буду наносить. И вот это вот не надо увлажнение. Боже мой, у меня ноги все в йогурте. Почему мне нравится этот запах? Я уже нанесла на кончики волос маску. Они у меня все мокренькие, если вам видно. Я закручу их в гульку. Возьму маленький крабик и заколю на макушке. Для большей эффективности нужно надеть кулечек на голову. Как бы это странно не звучало. Но это намного усиливает эффект от маски. От любой, серьезно. Берем полотенце, закручиваем вокруг головы. Маску для лица и маску для волос мы оставляем на полчаса. А я пойду себе заварю чашечку ароматного травяного чая. И начну делать потихонечку ужин. Потому что Серега вот-вот вернется. А мне еще нужно все это смыть и привести себя в порядок. Вообще, я вам не советую показываться перед мужчинами в таком виде. Вот серьезно. Не надо. Это время только для вас. Ваше личное. Надеюсь, я вас сегодня вдохновила ухаживать за собой. Делать какие-то домашние маски. Даже если у вас в запасе всего лишь час времени. А на часах полодиннадцатого. Извините еще раз за мой отвратительный внешний вид. Большое вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую. И пока!